Сергей Бунтман, ведущий, Мария Бурсина, звукорежиссер Алексей Венедиктов, будет наблюдать. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Добрый день. Только что почти с Аэроплана. И все это транслирует не только с сетевизора, но и YouTube, конечно, чат. Несколько слов скажи про Екатеринбург, потому что здесь же говорят, вы правы, Авин Лукавец, здесь написали. У нас висит уже на сайте, да, все, что там было, про книжку о Березовском. Да, это для наших слушателей не неожиданность. Вы знаете, что Петр Авин написал книгу «Время Березовского» про, в первую очередь, 90-е годы, начало 2000-х. И мне позвонил бывший глава администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев и позвал на дискуссию с Петром Авином в Екатеринбург, в Ельцин-центр по поводу этой книги. А в дискуссии приняли участие Авин, Юмашев, Анна Норинская, литературная критика и я. Значит, мы полностью вывесили, собственно, стенограмму, не стенограмму, а видео, стенограмму, которую снимал Ельцин-центр. Моя позиция вам известна и неизменно. Она заключается в том, что те люди, с которыми беседовал Петр Авин и сам Петр Авин, специально, умышленно занижали роль Березовского, который, как известно, не являлся никогда ни человеком, который поддерживал эхо Москвы, а, наоборот, воевал с нами и трижды закрывал нас. Пытался закрыть, во всяком случае, будучи при власти, и тем более мне было легко и приятно, правду говорить легко и приятно, говорить о том, что, да, Березовский был бесом, но не мелким бесом. И вот это, собственно, был главным, он был крупным политиком, и мне кажется, что вот это важная мысль. Ну, вот мы дискутировали, вам судить, зайдите на сайт, смотрите видео, там, почти два часа, мне разные люди писали разное, но вот мы как раз, когда я сейчас возвращался, мы перезвонились с Татьяной Юмашевой о том, что такие дискуссии было бы полезно продолжить и про Чеченскую войну, и про 93-й год, и про выборы 96-го года, и про роль медиа-империи, первого канала НТВ, и про дело связи инвеста, который очень интересный, про который надо бы писать книгу, но не такую, как время Березовского, где все сторонники одной теории. Вот, ну вот, как-то, наверное, интересно, если честно. То есть вы не вышли врагами, потому что многие считают, что выходят после серьезной дискуссии по делу, выходят люди врагами и не здороваются. Все наоборот, люди после серьезной дискуссии не выходят врагами, дискуссия была продолжена за ужином, будет продолжена сегодня, поскольку мы случайно с Петром Авиным пересекаемся на днем дне рождения, и наоборот, если дискуссия серьезная, причем здесь враги, вот если она не серьезная, вот тогда враги. А если она серьезная, ну какие враги? Мы же пытаемся приблизиться не к истине, а к некому более взвешенному, взвешенному, объективному взгляду, причем тут враги. Неинтересно. Враги, они и без дискуссии враги. Вообще-то они обычно не дискутируют, они стреляют. Спать ходится, но интересно слушать. Привет из Виннипега от потустороннего. А, потусторонний. Там где джетс. Виннипег это где? Виннипег в Канаде, там где Виннипег джетс. А, господи. Да, да, ну что ты. Сыны и дочери отчизны славные. Если о врагах, конфликтах два слова скажи, ты обещал сказать два слова, Сванидзе и Шевченко. Я еще не обещал. Не обещал. Ты сказал два слова. Два слова я скажу у нас на сайте. Вчера, вчера был у нас не на сайте, а в эфире Николай, короче, Сванидзе, он высказал свою позицию, и она на сайте. А у нас в четверг был Максим Леонард Шевченко, он высказал свою позицию по этому конфликту на сайте. Они оба извинились за рукоприкладство и не извинились за свои позиции. Вот, собственно, и вся история. А мне-то чего? Это нормально. Сказал, что исчерпано. И тот и другой. И тот и другой сказал, что рукоприкладство исчерпано. Да. Понятно. Продолжаем говорить. Да, мы поговорим об этих событиях, которые случились в воскресенье. И в первую очередь Ксения Собчак-Грозным. И вот митинги и Ксения Собчак-Грозным. Я про митинги ничего не знаю. Какие митинги? Ну, 28-й. А, Господи, я думал, завтра. Нет, нет. Тьфу на вас. Ну, вот вы, ребята, у меня же жизнь прошла неделя. Ты же наблюдаешь в воскресенье и говоришь, что будешь наблюдать. Ну, вот понаблюдал митинги. Ну, да. Я понаблюдал. Мы их освещали очень подробно. И, собственно говоря, я всегда считаю, что стремиться к жареному льду – это неправильное стремление. Оно неэффективное. Если люди за забастовку и бойкот, то они должны бастовать и бойкотировать, а не выходить. То есть происходит такое смешение в голове у людей понятий. Поэтому численность вышедших была чрезвычайно мала в Москве по сравнению с другими акциями, организованными Алексеем Навальным. Полиция вела себя толерантненько, за исключением, опять же, случая с Алексеем Навальным, который абсолютно демонстративно, грубо и провокационно был задержан. Физически грубо и физически провокационно. Видимо, думали, что он будет сопротивляться и повесить ему очередное дело. К тому же возникли новеллы, когда стали после арестовать руководителей штабов, задерживать руководителей штабов и давать им там 5, 8, 10 суток. Это тоже касается тех, кто вел эфир и за границей, и здесь, в Москве. Это все, безусловно, решения судов абсолютно внеюридические, на мой взгляд, абсолютно внеюридические, абсолютно политические. Это то, что касается митингов. Дальше посмотрим, какие формы Алексей Анатольевич будет создавать для его тактики забастовки по отношению к выборам. Что касается Ксении Собчак, это смелый поступок абсолютно. И вы просто не понимаете, как все функционирует в Чечне, те, кто ее критикуют. Я даже не буду сейчас обозначать. Ее это Собчак. Ее Собчак, да. Да. Нищем. Вы, конечно, можете там говорить, что она там согласовала с Кадыровым. Вы все там под кроватью свечку пишете. Серьезно, у нее крыша пишет. Да, 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 да. Да, вы лучше всех знаете. Но есть другая история. Собчак могли там угробить противники Кадырова, чтобы подставить Кадырова. Понимаете? А приехали, выстрелили два раза. А виноват будет Кадыров. Ну, конечно, Кадыров виноват. То есть, это ситуация с огромными рисками. А насколько я знаю, никаких согласований не было. И, кстати, министр пропаганды Чеченской Республики или информации Умаров, который был здесь у нас в эфире в среду, он же говорил, почему она не позвонила? Мы бы ей охрану. Почему она не сообщила? Почему вы должны узнавать, когда только сел в самолет, она летела рейсом? Да? Почему? Почему не позвонить, не приехать и так далее? Это он говорил. Говорил человек, который... То есть, они в курсе были, да? Значит, я говорю, что говорил Умаров. Он подчеркнул, что они были не в курсе. Да, и он как раз высказывал те опасения, чтобы противники Кадырова могли что-нибудь с ней сделать. И это свалилось бы на Кадырова, который отвечает за безопасность Республики. Это смелый поступок. И мне просто... Даже вот как-то даже странно говорить. Значит, она сидит в Москве, а она не ездит, значит, по регионам. Значит, говно. Она летит на Бали на время отдыха. Говно. Она полетела в Чечню. Говно. Сейчас в Вашингтон полетит, тоже будет говно. Но есть люди, которые пытаются вот таким образом все сделать. Там, господин Гозман и иные. Ну, они имеют право. У нас свобода слова. У нас все эти мнения есть и на сайте. Господин Гозман даже написал, что его тошнит. Но поехал бы в Чечню и вынул бы правозащитника, имея такую крышу, как Анатолий Борисович Чубайс. А, Леонид? Он договорился бы с Кадыровым Чубайсом. Вы поехали бы и выступили. Или привезли бы. Что-то вы все в Москве, да вы в Москве. Поезжайте. У меня все время один вопрос. Если вы говорите, что тошнит. Ну, поезжайте же, вырвите и будете здоровы. Если это марионетка, то вот те, кто дергает, вот зачем в Чечню-то? Вот зачем? Я не могу тебе ответить, потому что я не считаю ее марионеткой. Вот и все. Вот. Так же, как я не считаю. Нет, все скорее, я тоже не считаю. Те же самые люди, когда Навальный взял подписи муниципальных депутатов Единой России, стали орать, что он кремлевский проект. А, ну, конечно, да. И он марионетка. Такие же дебилы. Никакой Навальный не кремлевский проект, никакая Собчак не кремлевский проект. О том, что Кремль использует, Кремль, администрация принята, любую политическую ситуацию, кто бы как ни выступал, Грудинин, так Грудинин, Навальный, так Навальный, Собчак, так Собчак, Жириновский, так Жириновский, так Явлинский, так Явлинский. Это безусловно, но как политики должны использовать. А каким образом вы думаете, вы что думаете, там тоже дебилы сидят? Нет, там сидят не дебилы, к сожалению. А с другой стороны, вот мне всегда, я спорю, мне совершенно блевать, какая там крыша, что. Мне важно, что человек делает. Люди имеют право жить в собственных фантазиях. Ну, фантазии, пожалуйста. У всех свои собственные фантазии. Я напоминаю, Алексей Венедиктов, программу будем наблюдать. Давайте поговорим о Никите Белыхе, о приговоре. Вот это очень важная тема. И дурацкий вопрос. Удивил ли тебя приговор каким-то образом? Нет. И буквально в тот же день приговор, он был вынесен вечером, и днем, когда планировали программу, на планерке, они говорят, давайте 18 делать приговор Никите Юрьевичу. Я говорю, еще не будет приговора, хотя мы его знаем. Какой? Я говорю, 8 лет. Вот, 8 лет. Ничего я не знал, это была интуиция или расчет, как угодно, как обычно. Результат наблюдений. Меня он не удивил. Как я считал, что приговор нечестный и несправедливый, обвинительный, так он и есть нечестный и несправедливый. И те люди, которые внимательно смотрели за делом, неважно каких политических взглядов, они точно понимают, что он нечестный и несправедливый. Это факт. Вы знаете, я против факта не попрешь. Вот просто не попрешь и все. Вот. Ну да. Ну он нечестный и несправедливый. Он внеюридический. Он политический. Что по этому поводу можно возразить? Ну, возразите. Пусть меня кто-нибудь возразит. Восемь Улюкаевов, восемь Белыхов. Я не сравниваю. Не сравниваешь? Это случайно. А почему ты не сравниваешь? Ну, потому что она случайная. Потому что это глупость, это вели отдельные люди. Отдельные судьи. И никто им не диктует, сколько лет. Да, судьи, да. Но это тенденция какая-то. Я не понимаю вопрос, Реша. Извини, ради этого. Посмотри. Давайте останемся на Белыхе. Не хочу. Не хочу сейчас сравнивать. Еще Хорошавин сейчас получит восемь лет. Хорошо. Хорошо. Тогда объясни, чем? Что отличается случай Никиты Белых? Нет, ну мы видим, что он другой просто. Он возникал по-другому. Он возникал не в Москве. Вся история с обвинением Никиты Юрьевича начиналась в Кировской области. Здесь не были задействованы изначально высокие генералы и высокие министры. Он возник достаточно случайно внутри разборок кировских. А дальше пошло наверх. А дальше люди наверху уже решили воспользоваться этим. История с Уликами возникла на самом верху. Безусловно, на самом верху. И там замешаны федералы. Это принципиально разные позиции. Кроме того, Никита Белых не был никогда любимчиком Владимира Владимировича. Алексей Валентинович был любимчиком Владимира Владимировича. Человеком близким к уху. И одна из задач вывести от уха была. Никита никогда у Юрьевича уха не был. Можно разбирать, если кому-то это интересно, подробности. Но важно сказать о том, что приговоры Никиты нечестны и несправедливы. Причем это ясно всем. Вот я не знаю людей, которым это не ясно. Вот я ни одного человека, независимо от политической силы, я не знаю наших слушателей, вот им не ясно. Вот просто. Таня считает, что дело Белых похоже на чью-то личную месть. Только непонятно, чью. Ну и Таня так кажется. Пусть Таня так и считает. Что можно, в принципе, сделать для Никиты Белых? Ничего для Никиты Белых сделать нельзя, кроме того, что делают адвокаты. Во-первых, подать апелляцию, а потом подать на помилование. Ну, послушайте. Вот я вам сейчас из суда приведу, что можно сделать. Итак, обвинение утверждает. У меня нет претензий к обвинению, у меня нет претензий к Следственному комитету, у меня нет претензий к адвокату, у меня нет претензий к судье. Татьяна Михайловна Васюченко. Мне все говорили, все, кто ее знает, что она высококвалифицированный судья. И даже если она оформит обвинение, говорили мне, то оно будет строго доказано. Вот она вот строго, она может там на пожизненное, но она докажет это. То есть в своем решении. Мы смотрим решение. Значит, обвинение говорит, вот там условно 5 марта 2014 года господин Зудхаймер пришел к Никите Юрьевичу Белыху в здание администрации и дал взятку в 200 тысяч, там чего-то или сколько там. Но его нет в книге записей Зудхаймера, записей входа в администрацию и записей в Белыховском, ну там, ведут ему, да? Что в судебном решении? То, что Зудхаймер не был записан в журнале посетителей, говорит судья, не опровергает версию обвинения, поскольку, по словам свидетеля Лорицкого, к Белых можно было попасть и без записи по звонку. Конец цитаты. Одну секундочку. Во-первых, у вас свидетель обвинения говорит, что можно пройти в здание администрации по звонку. Вы это проверили? Суд проверил эти слова свидетеля обвинения? Были какие-нибудь еще случаи? Вот были или не были? А там же видеофиксация? А там же это? И так суд это не проверил. Более того, скажу, это вранье. Потому что, да, по звонку без заказа пропуска. Но когда вы входите в здание Кировской администрации, я свидетель. Никита Юрьевич позвонил туда вниз, или его помощник, я уж не знаю. И полицейский, взяв мой паспорт, вписал меня в книгу внизу по звонку. Внизу. Не в приемной. Вопрос. Господин Зухмахер был в этот день в администрации или нет? Он вписан где-то, он на камере, а там всюду камеры наблюдения есть. Суд не затребовал, поверив на слово, свидетелю обвинения со слов. Можно войти. Можно и к Путину войти, кто-нибудь скажет. Можно войти к Владимиру Владимировичу без пропуска по звонку. Нельзя. Все равно паспорт посмотрят. Вот вам пример, и это я беру уже из материала суда. Татьяна Михайловна, ау! Татьяна Михайловна, как это не проверили? Как это суд не исследовал это показание? И только на этом показании, внимание, только на этом показании строится один из двух эпизодов вручения взятки. То есть это ключевое показание. Ключевое. Ну и это ты можешь, как я говорю, только на этом показании. Потому что, когда говорят, нет, нельзя, нет, можно, мы верим Лорицкому, но не верим. Вы вызвали начальника охраны Кировского здания администрации, как можно было пройти. Вы вызвали заведующего приемной. Вы посмотрели, затребовали эту книгу, вы затребовали эту приемку. Суд должен исследовать свидетельские показания. Ни хрена подобного. О чем мы тогда можем... Это только маленький кусочек. Это только один абзац, который я взял, который меня потряс. Как это суд не исследовал? Интересная история. Скажите. Скажите. И после этого говорить о том, что суд был честный и справедливый? Да нет. Я уж не говорю об известном факте, о том, что все-таки выяснилось, что этот пакет, кстати, а где звук оперативной записи, вот вручение пакета в этом, где он, куда, как это потеряли? И не понял, как это потеряли? А такой простой вопрос суд исследовал. Значит, вот этот господин Зудхаймер пришел в ФСБ, это все в деле, в начале июня из него взятку. Взятку. Он пришел в ФСБ, и начальник 6-го управления, генерал Иван Ткачев, с ним встречался, судя по всему, это все в деле. Один только момент. Решение оперативно-розыскной прослушки губернатора апрель. Подождите, он пришел в июне. Апрель. Это в деле. Олег Феоктистов, на основании чего, хотелось бы узнать, на основании чего началась оперативно-розыскная работа. Если человек пришел с жалобой, у него вымогают взятку, у него же вымогают взятку. Нет, Сережа, не кивай. Суд снял обвинение в вымогательстве. Снял. Ребята, сначала давайте, да? Значит, он не вымогал. Понятно. Суд снял обвинение в вымогательстве. Не вымогал. Не вымогал. А вот в апреле-то чего начали оперативно-розыскную деятельность, где господин Зухаймер еще нигде не появился? Вообще. Нигде не появился. ФСБ не пришел, не встречался. Начало июня. Это все в деле. Это все в приговоре. Понимаете? Какой справедливости можно говорить? Это вот я вам говорю факты. Здесь уточняют. Здесь два мнения. Что показания свидетелей это само по себе. Ничего не надо проверять. Извините, что я упрощаю. А другой суд должен рассмотреть все и все проверить. Нет, ну слушайте, вы что, больны, что ли? Я приду и скажу, что там, не знаю кто, не знаю, Собчак мужчина. Вот суд должен брать это на веру? Ничего подобного. Но задача суда исследовать мое свидетельское показание. Не проверять, а исследовать. Вы придете в суд, что-то скажете. Суд исследует эти показания. Он этого либо не сделал, либо в приговоре не учел. Может исследовал, но, насколько я знаю, нет. Потому что судья ссылается только на слова. Слово против слова. А я говорю, нельзя пройти в Кировскую администрацию без того, чтобы твой паспорт предъявить и записать в книгу. Ну, так почему Лорицкий, почему не я? Лорицкий же не по этому делу, не по этой дате свидетельствует. Вообще можно пройти. Я говорю, вообще нельзя пройти. Ну и как должен делать суд? Он должен это затребовать. Он должен факты изучать, а не показания. Факты. Вот, ну, где надо их доказывать. Поэтому у вас неправильный подход. Это называется оговор. Еще один вопрос. Каков путь денег? Посмотрели. Путь денег? Денег, которые были даны. Когда? В каком эпизоде? Сережа, ну вот как ты хочешь, чтобы я отвечал на это? Я думаю, что мы позовем адвоката, и тогда он вам ответит на эти вопросы. Но я еще вам приведу пример, то, о чем мы говорили в первый же день задержания Никиты. Несколько раз было подчеркнуто, что он взял только за ручки пакета. За ручки. Вам дают пакет и говорят, с днем рождения. Вы берете этот пакет. Может быть деньги, может быть неденьги. Может живой ягненок, мы не знаем. Может живой львенок. Там бутылка вина. Неизвестно. Вопрос, трогал деньги? Нет. Значит, почему пакет был обработан снаружи? Это вопрос не был задан тем людям, которые обрабатывали этот пакет. Они не пришли. Почему снаружи-то? Объясните. Если деньги, ну обработайте деньги. И тогда все будет ясно. Где запись этого разговора? Которая была оперативной, на звукмахере была. Почему она исчезла из дела? Ну и так далее, и так далее. Вот и все. Если бы мы с вами были присяжными, у нас возникли бы обоснованные сомнения. Это называется. Да, вот представь, что вы присяжный по этому делу. Вы будете спрашивать. Секундочку. А вот вы хотите сказать, что он получил взятку деньгами. А почему кроме денег обработан пакет? Ручки пакета. Помните эта самая полоса? Ручки пакета. Зачем? Ну я вам даю пакет и говорю с днем рождения. Ну и что? Мой знакомец. Ну что это доказывает? Это доказывает, что я знаю, что в пакете. Мне туда могли, например, не деньги, а наши положить. И подбросить вот так, сколько там килограммов. Не денег, а наши. Почему нет? Вот он пакет взял. Это не доказательство. В нормальном суде. Еще раз повторяю. Мне все говорили, что Татьяна Михайловна Васильченко. Она очень профессиональная судья. Она внимательно слушающая судья. Поэтому мне и удивительно. Я и удивляюсь судье. Я не удивляюсь следствия. Я не удивляюсь прокуратуре. Я не удивляюсь свидетелем. Я не удивляюсь защите. Я удивляюсь, как на основании, как это можно вообще записать в решение суда. Профессиональному судье. Не девочка с юрфака в первый день. Извините, девочки с юрфака. И мальчики тоже. Вот о чем речь. Но вот мужчина пишет, следователи должны не сделали. Оправдать по эпизоду или на доследовании. Ну, смотрите, из двух эпизодов по одному подачи взятки именно этого Лорицкого. Именно в этой комнате губернаторской. И оправдали. Прокуратура будет вносить протест. Но оправдали, я и говорю. Поэтому здесь все было тщательно сделано. Ну, невозможно. Вымогательство сняли. Нет обвинения в вымогательстве. Ну, давайте дальше расшивать. Откуда 8 лет? За что 8 лет? За что обвинение? В чем вы его обвиняете? Вымогательства не было. То есть, высказывается, сам принес взятку. Это что? Провоцирование взятки? Я вам напомню, что за провоцирование взятки генерал Сугробов получил 22 года. За то, что он провоцировал офицера ФСБ на взятку. Если нет вымогательства, я перестаю понимать. Вот эти вопросы, я же не говорю о том, что он не знал, не виновен. Я говорю, этот приговор конкретно несправедливый и нечестный. Он должен быть отменен и отправлен дальше. Вон, на исследование. На исследование. И если профессиональный судья выносит такое решение, значит, кроме юридических оснований, есть иные, о которых мы не знаем. Пригласите в эфир судью. Она была у нас в эфире, она не придет, конечно. У нас, к сожалению, ни судей, ни обвинитель не ходят. Мы готовы. Позовем, пожалуйста. Но она вам прочитает вот этот приговор. Что вот она вам прочитает. То, что Зудхаймер не был записан в журнале посетителей, не опровергает версию обвинения, поскольку, по словам свидетелей, к Белуху можно было попасть без связи по звонку. Послушайте, ну и что вы это услышите? Вот я вам прочитал. И что? Алексей Венедиктов, мы продолжаем. Здесь очень много спрашивают про списки, про все эти списки, про второй тайный, про первый явный. А чего спрашивают? По словам Андрея Ларионова, я чуть ли не составлял эти списки. Ну вот, наверное. Вставил всю президентскую администрацию и вынул кого-то там. Давайте я расскажу о своем понимании, которое сложилось и с публичной, и с непубличной части. Я до публикации брал обязательство ничего про это не говорить, имея в виду своих собеседников. Я не знал, что будет опубликовано. На самом деле это не публикация, это рассекречивание. Доклад секретный, часть доклада рассекречена. Это первое. Я не разделяю... Я не могу говорить... Я не разделяю с точки зрения Пархоменко, что какие-то там идеи. Я не знаю, да? Я не могу придумывать и даже не могу предполагать. Я не слишком сильно погружен в американскую внутреннюю политику, тем более не зная языка. Что абсолютно точно, что произошло? В августе месяце Конгресс, парламент, принимает закон. Я сейчас упрощу, давайте вернемся к началу. По этому закону раз в полгода... Услышите меня еще раз. Раз в полгода, через полгода будет новый. Значит, администрация, то есть Госдеп, Минфин и Национальный комитет по разведке должны представить доклад в Конгресс. Еще раз, доклад, информационный доклад. Еще раз, информационный доклад без принятия решений, с рекомендациями. По поводу врагов США. Среди них есть две статьи 241 и 242, которые касаются, например, России. Но не только России. Есть Иран, есть КНДР. Но России. Нас интересует Россия. Значит, в этом докладе должны быть описаны люди, которые оказывают влияние, перечислены люди, прошу прощения, которые оказывают влияние на принятие решений в России, поскольку решения враждебны Соединенным Штатам Америки, отсюда возник закон, и описание их связей между собой. Связей, родственников, денег, активов США, как они влияют, процедуры и так далее. При этом особо говорено, что решение о рассекречивании доклада или участия принимает Конгресс. Бум. Первый раз. Значит, вот этот список, который был опубликован, он делится на две части. 114 высших чиновников и 96 богатых людей. Рассмотрим список из 114 человек. Это верхушка российской исполнительной власти. Она состоит из администрации президента, всех полностью занимающих должности класса А, так называемого. Из правительства, все 22 министра, включая Дмитрия Анатольевича Медведева, да, из руководителей государственных корпораций, в основном, кроме РАОЕС, Анатолия Чубайса. И, по-моему, все. Там нет, внимание, ни одного депутата, кроме Матвиенко и Собянина, но это Совет Безопасности. Ой, не Матвиенко, Матвиенко и Володина. Володин. Но они туда вошли, как члены Совета Безопасности. Депутаты, видимо, с точки зрения правительства США, политически ничтожны в России и не принимают никаких решений, а только их штампуют. Как еще объяснить? Ни одного. Вообще, ни одного. Обидно даже. Там нет ни одного представителя медиа, потому что для американцев включить в представителей медиа, первая правка, смотри, в такой список невозможно, свобода слова. Там нет ни одного представителя судов, высших судов, да, вот в деле Магнитского есть, а вот здесь нет, потому что вот конкретно да, а вообще невозможно, потому что судебная власть отделена от исполнительной власти. Это список, посреди исполнительной власти, 114 человек. Кого-то там нет, можно спорить, там Набиулина, почему ее нет, там Панфилова, почему там ее нет, Голикова, почему там ее нет, три женщины. Чубайс, я уже назвал. Ну, вот это обсуждаемо. Ну, в общем, Ангро это список рас. Я, конечно, пошутил, что такой список мы могли составить, но, конечно, эхо Москва голосовать за 15 минут или за 20, но, конечно, это формальный ответ на закон, кто влияет на принятие решений Путина. Вот. А кто финансирует эти решения, кроме налогов? Значит, формальный принцип. 96 человек, которые основные свои капиталы заработали при Путине. Там у, скажем, Фридмана было 1,3 миллиарда, сейчас 15, у Абрамовича было 3 миллиарда, до Путина, я имею в виду, сейчас 9. Это можно сравнить. Найдите Форбс там первого года и Форбс 16 или 17 года, как хотите. Все. Это список людей, которые с точки зрения американской администрации влияют на решения. Вторая часть. Вторая часть содержит их связи. Она Конгрессом не рассекречена. Теперь смысл. На мой взгляд. Теперь это предположение. Это то, что я знаю. Теперь предположение. Мое предположение заключается в следующем. Что публикация этого списка всей верхушки российской власти означает следующее. Вот сейчас есть такая ситуация. Есть такая ситуация у вас по правам человека. Есть такая ситуация у вас по Донбассу. Есть такая сейчас у вас ситуация по вмешательству в наши американские выборы. И так далее, и так далее. Если вы хоть один шаг сделаете еще в этом направлении, влезете в наши выборы в ноябре. Собственно, об этом говорил посол Хансман в нашем эфире. Двинетесь на километр или метр в Мариуполь или Киев или куда-то туда. Если вы начнете хватать, щенять и сажать людей безвинно, вот эти люди находятся на том, что внесение в санкционный список. Потому что вы принимаете эти решения. Помогаете Путину принимать. То есть мы вам показали, вот вы ребята и вот красная линия. Нынешняя, сегодняшняя. Это мое предположение. Основанное на соображениях, связанных с разговорами. Там внутри, говорят, есть еще один список на 21 человек. Людей, которые... Да, кстати, в этом списке, там Путин сказал очень смешно, говорит, там какие-то люди со звездочками. Я не понимаю, что это за люди со звездочками. В списках опубликованы. Там правда люди со звездочками. Ну и что за звездочки? Это люди, которые уже под санкцией. Либо Магнитского, либо Крымские, либо Донбассские. Соответственно, вот новый список, наверное, он связан с совмешательством во внутренние дела. Имеется в виду на выборах. Вот. Вот история с этим докладом. Через полгода будет новый доклад. Почему Конгресс не рассекретил вторую часть или там какую-то еще часть? Ну, обращаемся к Конгрессу. Но правда, и я это сертифицирую, что в рекомендациях закрытой части не введение новых общих санкций. В рекомендациях закрытой части, это рекомендация, напомню, сказано, что санкции действуют эффективно. И Магнитского, и Крымский, и Украинский. Мы это видели. Там доказывается, что они действуют эффективно. И что новые санкции надо вводить, если будет новый заступ. Вот на чем я основываюсь. Если будет новый заступ, но следующий заступ. Или продолжение какое-то, не знаю. Да, не читал. И, конечно, в этом смысле американская логика нам непонятная. Ну, понятно, да. Нам она непонятная. Здесь, говорят, США различают с помощью Путина и при Путине разбогател, например. Ну, а это я не знаю, что... Понимаете, я думаю, что и с помощью, и при, это в большом, в открытом части. А в другой части объясняется, кто за что получал. Понимаешь, да? Но, скажите, а вы правда верите, что без согласия, без вмешательства, без участия администрации Путина, самого Путина, можно в 15 раз увеличить свои доходы, если только не цены на нефть возросли в 15 раз нефтяных компаний? Вот здесь говорят, вот Яндекс. Яндекс интересная история, но я еще раз вам говорю, здесь у вас... Ну, во-первых, Яндекс сейчас, золотая акция, принадлежит Сбербанку, государственной корпорации. Да? Господин Волош там является, скажем, прямо миноритарием. Во-вторых, в разного рода аналитических записках мы видели и мы понимаем, что Яндекс там появился не случайно, потому что он вручную убирал новости, ставил новости. Это все отслеживается, все файлится. Это, может быть, отцвет закрытой части, о которой я не могу говорить. Я не могу говорить, потому что не знаю. Я не знаю. И, конечно, мы за этим будем наблюдать. Я надеюсь, что я скоро, в феврале, еще на денек слетаю. А-а-а! Но я полечу, видимо, хочу сказать, что 27 февраля, в день гибели Бориса Немцова, там открывается площадь имени Бориса Немцова. И поскольку здесь мне не дают возможности это сделать, я полечу туда. Было бы здесь, не полетел бы. Было бы здесь, не полетел бы. Но здесь я должен отдать долг памяти Борису, который ушел на смерть из этой студии. Я считаю, было бы правильно, чтобы я там представлял эхо. Не только себя, а эхо. Вот. 27 февраля. Ну и заодно, наверное, будут встречи там опять с разными людьми, экспертами, политиками, представителями администрации. Я буду задавать вопросы. Я считаю, что надо задавать вопросы. Я, кстати, так и не получил ответ на свой главный вопрос. В чем главная цель санкций? В наказании или в попытке влияния на российскую политику? И разные сегменты американской власти давали мне разные ответы. Естественно, и то, и другое можно без хлеба, как говорил Винни-Пух. Но вот разные сегменты, в первую очередь вот это, в первую очередь. И ты знаешь, я был готов к публикации вот этого открытого списка, потому что люди, которые реально занимались списком, с которыми я встречалась, и где не было названо ни одной фамилии, и я не спрашивал, и мне не спрашивали. Они мне говорили, что мы считаем, что вопрос, мы понимаем, да, индивидуальная ответственность, но мы считаем, что те все решения по Украине, по Крыму, по Магнитскому, по вмешательству принимались солидарно вашим руководством. Поэтому наша идея заключается в том, чтобы максимальное количество людей, а другие, в частности господин Фрид и господин Пиантковский, с которым я встречался, считали, что список должен быть очень короткий, и он должен быть наказательный, демонстративно-наказательный, то есть уже за конкретное, доказанное, вмешательство, ну и так далее. Ну вот победила другая история, и, конечно, тут я согласен с Пархоменко, что, конечно, администрация Трампа увильнула от того, чтобы назвать конкретных людей. Но администрация на это имела право. Именно она по закону, она в смысле Госдеп, Минфин и Национальный, представляет этот доклад. Она, а не Фрид, не Пиантковский, не я, не ты, вот это их право. Искандер Равильевич из Казани спрашивает, что там еще, там еще ведь правозащитник Федоров, Федотов. Федотов, да, но он там не как правозащитник, он там как член администрации президента, он советник президента. Там здесь все советники президента. Просто все чухом. Чухом абсолютно, глава архивов, там правильно Пархом сказал, может он никогда глава архивов и не видел в глаза Путина лично. Но он там, ну в смысле лично, но он там. Он там просто, вот список штатное расписание администрации. Я думаю, что ни глава Центробанка, ни глава счетной палаты, ни глава ЦИКа, она не в штатном списке. И в этом смысле, да, это телефонный справочник, безусловно. Но этот метод, как я понимаю, выбран сознательно администрацией Трампа. И для того, чтобы слегка оттроллить Конгресс, мы выполнили. Но и для того, и это другая сторона, чтобы показать, ребята, вы все, каждый из вас за это отвечаете, за следующий шаг. Вот же история. Почему в списке нет Пригожина, спрашивает Косинус в чате. Ну, не очень понимаю. Я же вам объяснил, как составлялся список. Пригожин является членом администрации президента. Но я не уверен, что Пригожина нет в списке в закрытом. Я в этом абсолютно не уверен. Опять же, но это же надо доказывать, вы понимаете, открытые источники мало. Нужно доказательство разведки, что действительно, это он, это его фабрика троллей. Малафеев, это он. Малафеев есть в санкциях уже, по-моему, крымских или донецких, не помню. Но он есть. Здесь же вот этот список. Это список, повторяю, исполнительной власти и глав госкорпораций, которых отнесли к исполнительной власти. Это другой список. Еще есть другие списки. Положите рядом. Возьмите списки, которые по закону Магнитского. Уже. Списки по Крыму. Уже. Списки по Донецку. Уже. Еще будут списки за вмешательство. Уже. Это все собирается. И плюс вот этот. Это не вместо. Это плюс. И последнее. Умозаключение Ольги. Этот список полная фигня, если в нем нет Путина. Пожалуйста, Ольга, когда вы возглавите американскую администрацию и будете выполнять законы Конгресса, вы внесете это. Вопрос к тому, кто помогает Путину. Путин. Это, мне кажется, странно. Я думаю, что юридический департамент Минфина очень внимательно это изучает в закрытой части списка. Алексей Венедиктов и теперь о польском законе. Ну, отвратительная история. Она отвратительна не по отношению к Польше. Она вообще отвратительная, потому что, когда государство законами, под угрозу уголовной ответственности запрещает дискутировать исторические вопросы, любые, это неправильно. Она уничтожает саму дискуссию. Поэтому сразу хочу сказать и напомнить, я противник запрета обсуждения Холокоста. Я противник запрета обсуждения геноцида. Если какие-то люди какими-то заявлениями чувствуют себя оскорбленными, они должны подавать в суд. За клевету, за оскорбление, за унижение, за честь и достоинство. Но не за то, что нельзя говорить, что поляки не участвовали в Холокосте. Участвовали. И русские участвовали. Я имею в виду там, в Треблинке. Конечно, говорить о том, что польский лагерь освенцам, это неправильно. Но за это нельзя давать уголовку. Это неправильно, это не факт. Пусть любой поляк за это подаст в суд. Если он сочтет себя оскорбленным. Это не польский лагерь концентрационный. Это фашистский лагерь на территории Польши. И это, конечно, говорить про польский лагерь, это изменение. Но разве поляки не участвовали? Да, отдельно. Сейчас же и про них нельзя говорить. Сейчас же и про них получается не говорить. Только немцы. Вы так говорите? Говорить можно только немцы. А австрийцы? А испанский голубой легион? Я так понял, что про всех можно, кроме поляков говорить. Это, к сожалению... Нет, и про Россию тоже. Сегодня, вчера, Рамзан Ахмадович Кадыров сказал о том, что всех, кто там, чего искажает историю Великой Отечественной, уголовка. Я понимаю, откуда это. Это тех, кто отрицает высылку чеченцев. Это тех, кто поголовно обвиняет чеченцев в том, что они перешли на сторону Гитлера. Но это не уголовка, Рамзан Ахмадович. Но распространение вот этой истории, распространение... Дискутируйте, доказывайте. Про героев Советского Союза чеченцев говорите. Про количество чеченских геройских солдат, которые воевали в Советской армии, защищая страну говорите. Про высылку и гибель стариков, женщин и детей говорите. Но у нас первый сядет Мединский. Потому что он говорил о том, что вот то, что позорно... Мы не будем выбирать только те страницы, которые славны. За 28 помпиловцев, по вашей логике, он должен сесть. Уголовка Мединского. Понимаете, так нельзя. Государство не должно в это влезать. Ну, просто не должно в это влезать. И даже если дискуссия вас оскорбляет, Ну, так либо дискутируйте, либо идите в суд, если честь и достоинство вашего народа, или там вашего деда, который был сослан господином Серовым за подписью генерала Серова, да? Идите в суд и в суде доказывайте это. Ну и принимать законы, так называемые исторические законы, это правильно, а это неправильно. Давайте примем закон, что Александр Невский сделал правильно, присягнув Батыю. Или давайте запретим это упоминать. Ну, это же было. Поэтому этот польский закон сродни. Эти так называемые исторические законы... Я все понимаю про Холокост в Германии и в Израиле. Я все понимаю про геноцид в Армении. Я все это понимаю. Но законом это регулировать нельзя. В истории было слишком много нюансов, слишком много людей, которые занимали другую позицию. И про них тоже надо говорить. Алексей Венедиктов. Мы с вами встречаемся по субботам.